Что бывает, когда актёр слишком сильно погружается в роль? Об этом спрашивает нас четвёртая серия перед своим началом. Плылет целиком есть в описании, и к этому моменту мы успели попасться маньяку, который сбивает людей в неблагополучных районах, отсидеть в тюрьме за хранение наркотиков и даже побыть бомжом. Если это ещё не полное погружение в роль, то проходить дальше просто страшно, но придётся. А ещё придётся перезапустить серию, потому что, да, я снимал и выключился свет. Просто небольшая нестабильность, и на полсерии у меня сломалась съёмка с камеры, съёмка с компа, но прогресс внезапно сохранился каким-то образом. Не знаю как, но мы его сбрасываем, проходим по новой. Могу сказать, что серия будет интересной. Называется «Настоящая роль». Это наша четвёртая глава. Вы проснулись и тут же начали собираться, чтобы отправиться на студию. Да, внезапно мы решили поменять роль деятельности, потому что с актёрским талантом у нас туговато. Так что, наконец-то мы начали писать музыку. Сегодня мы первые настоящие съёмки, я так волнуюсь. А нет, всё-таки мы актриса. Ну ладно, я бы хотя бы попробовал. Мне нужен талисман на удачу. О да, лунный камень в серебре, сапфиры в золоте или кулон на цепочке. Я возьму самый-самый дорогой. Спасибо за бесконечные алмазы и уроки. Ссылка в описании. И это то, что принесёт нам удачу. Конечно, лучше бы готовиться к роли, наверное, прям полноценно. Но, видимо, у нас такие методы игры. Ощущение украшения на шее навевает воспоминания о бабушке. Причём не о нашей, а о той, о которой мы украли этот кулон. Потому что это бабушка, которая просто на улице проходила. Мы с неё сняли и такие. Бабуля всегда меня поддерживала. Она поддерживала, когда говорила. И лучше бы тебе быстрее бежать, иначе я оторву твои ноги и вставлю вместо них спички. Скажу, что так было. Вот такая поддержка от бабушки. И с её талисманом я чувствую, что у меня всё получится. Естественно. Дальше у нас перед выходом вы останавливаетесь в дверях. И видите, как собака грызёт угол кровати. Типичная собака. Лаки. Фу. Агр. Это вот... Ты не понимаешь, да? А всё он понимает. Раф. Притворяется пёс. Пёс самозабвенно продолжен грызть. Лаки. У меня съёмки, а ты... Привяжем подальше. Потому что ласково не работает. Я живу с двумя собаками. Эта хрень не работает. Вы берёте пса за поводок и оттаскиваете к входной двери. Там у нас что происходит? Я привяжу тебя в коридоре. Не обижайся. Рр. Говорит собака и внезапно даёт нам бал к приключению. Допустим. Ты сам виноват. Не надо было грызть мебель. Ну, он же не понимает. Агр. Аф. Ну, потерпи. Пожалуйста. Я вернусь вечером и погуляю с тобой. Только вы отвернулись, как снова услышали характерный звук. Пф. Такой. Собак. То есть, на этот раз Лаки драл когтями стену. Чёрт. Я не могу оставить тебя дома. Ты тут всё испортишь. А-а-а-а-р. Говорит собака. Ну, надо было раньше думать. Перед тем, как мы взяли её зачем-то. Мы отняли её у парня, который гулял с двумя собаками. Он так расстроился, что вторую отпустил, первую отдал нам. Зачем взяли? Непонятно. Ну, ладно. Дальше. Мы поднимаемся к Майку, чтобы попросить приглядеть за псом. Тот самый парень, кстати. Но его нет дома. А-а-а. Он уже переехал. Он такой, отлично. Я избавился от собак. Нужно сменить место жительства, а то их скоро отдадут. Она узнает, что она просто портит всё в доме. Поэтому придётся взять тебя с собой, говорит шаурма. Ну что ж, у нас снова шаурма с собакой сегодня. Урурррррр, говорит Лаки. Мы оказываемся у тот пикчерз. Тот, да опять. Вы понимаете эту ссылку на клинику в общем? Надеюсь, да. Кто понял, тот понял. У входа в студию воскальнуло неприятное предчувствие. Ааа, не стоило есть ту просрочку, подумала Шоурма. Надеюсь, меня не выгонят с собакой. Ну да, ты всего лишь пришла на съемку с собакой Раф, которая там гремит, гавкает и в целом шумит. Неподалеку от входа в Топпичерс вы замечаете зоомагазин Лаки. Пойдем купим тебе игрушку Раф, будешь грызть ее вместо обоев. Но в зоомагазине игрушек не оказалось. Зато вам на глаза попались чудесные подушки для домика. Отличный зоомагазин, в котором нет того, что должен продавать зоомагазин. Но есть подушки. Ладно, эта подушка выглядит как будто из дома Пэрис Хилтон. Это довольно элитная. Ну, в принципе, алмазы бесконечные. Подушка простая, это, видимо, просто какая-то... Больше похоже на бетонную поверхность на самом деле. Подушка стеганая. Нет, это как будто собаке дали 8 лет. Давай возьмем элегантную подушку. Будет такой. У нас все-таки элегантный корги. Нам нужно соответствовать Лаки. Тебе удобно на этой подушке? Ага. Покинув зоомагазин, вы отправляетесь на съемки. Кстати, насчет съемок и собак всего такого. Я сейчас одну секунду покажу вам кое-что. У меня здесь... А, есть зритель. Да. Потап любит смотреть прохождение клуба романтики. И это даже не шутка. После блуждания под длинным коридором, вы, наконец, находите нужный павильон. Ого. Вот это декорации. А мы реально запутались и ушли в какой-то другой павильон. Ну, в смысле, это реально заброшенная какая-то вещь. Вообще чужой дом. И мы там такие... Вот это декорации. Здесь, наверное, типа дом бомжей. И в это время бедная семья просто смотрит на нас такая... Пожалуйста, хватит оскорблять. Жутковато. Правда, говорит внуки? Не то слово. Аф, говорит собака. Ой, а это еще кто? А, мой пес. Типа, ты что, думал это змея? Кто его пропустил? С собаками нельзя. Блин, пожалуйста, прикрой меня. Мы можем ее попросить. Мы играем за очень тупую актрису, которая не готовится. Которая просто пытается выехать на наглости. Наглость ее второе счастье. Поэтому будем просить человека, который и так был нашей первой знакомой в этом городе. Рассказал какие-то вещи. Совсем нас познакомил. Мы теперь играем у режиссера, который... Точнее, помощницей которого она является. И давай дальше уж сидеть у ней на шее. Раз такая бесхребетная. Пожалуйста, прикрой меня. Ну, не знаю. Мне влетит, если директор узнает. Мне не с кем его оставить. А, ну да. Теперь это твоя проблема, что мне не с кем его оставить. Аф, говорит собака и дает нам еще драму. Внезапно собака получает больше стат, чем я сегодня. Ну, ладно. Ну, пожалуйста. Я сделаю все, что захочешь. О, наконец-то постельные сцены. Ладно, что-нибудь придумаю. О, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Правильно, разрабатывай язык. Спасибо, спасибо, спасибо. Нет, там нужно что-то посложнее, наверное. Ну, ладно. Должна будешь. Окей. Все, я приготовился. Ваш разговор прервал радостный возглас Микаэля. Тот самый режиссер. Он же цветной Тим Бертон. Шаурма. Наконец-то. Я не курьер. Я актриса. Ты забыл. Ты вызвал меня вчера вместо той, которая руку сломала. Сейчас, знаешь что? Давай поможем его фильму быть более инклюзивным. Поменяем внешность. Сейчас. Здесь. Чтобы все такие... О, какой передовой режиссер. Видите? Фильм, конечно, не очень. За темнокожих персонажей пригласил на главную роль. Наверное, на главную роль. Я не знаю, кстати, какую роль мы играем. Это не важно. У нас есть талисман. Нам не нужно готовиться к роли. Талисман, снятый с бабушки, которая проходила мимо нашего дома, должен нам помочь. Здравствуйте. Раф. Говорит Лаки. О, кто привел сюда собаку? Это я. Шаурма с собакой. Сэр, я пыталась ей объяснить. У нас нет времени на объяснение. Теперь мы подставляем муки. Блин. А, займись псом. Бин, то есть. Но, сэр... Бин, мы теряем драгоценные минуты. Голливуд стоит дорого. Шаурма, а ты иди в гримерку. Кристи, тебя введет в курс дела. Кристи, это та самая актриса, которая сломала руку, вместо которой мы сегодня играем. В гримерке пусто, и вы начинаете переодеваться. Дверь скрипнула. В комнату вошла девушка. Она выглядит раздраженной. Не успели мы заговорить, уже нажили врага. Отлично. Так значит, это тебя Микаэля таскал на улице. Ну, я бы хотел сказать нет, но вообще-то так и было. Мы реально, будучи бомжом, оказались здесь. Ну, допустим. Мы не будем ей этого раскрывать. А, давай... Давай не будем обращать внимания. Нам, в отличие от нее, нужно готовиться к фильму. Ха, вы продолжаете наводить марафет, не обращая внимания на колкость девушки. Да, мы будем сдержанной. Мы голос разума в этой истории. Эй, я с тобой разговариваю. Извини, но у меня нет времени. У тебя все равно не получится. Это слишком токсично. С чего это вдруг? Мы молчим. Мы молчим, не отвечаем. Ты все испортишь. И Михаэль вернет меня на площадку. Дамочка. Он убрал тебя не из-за того, что ты играла плохо. Ты сломала руку. Я здесь, чтобы заменить тебя. И если я сыграю плохо, это не вылечит тебе руку. Ты не вернешься. Поэтому давай, пожалуйста, хотя бы сделаем нормальный фильм. Меня утвердили на роль съемки через несколько минут. Просто внезапно начинаем делиться, чем происходит. Да, но ты их провалишь. Да, господи, отвали ты от меня, что такая токсичная. И вообще, костюм тебе не идет. Ты выглядишь как деревенщина. Отвали. Послушай. Высмеять Кристи. Все, ты нарвалась. У меня алмазы бесконечные. Почему-то этот выбор ухудшит отношение с Кристи. Не понимаю почему. Ну ладно. Вы смирили Кристи на смешный взгляд. Но мы умнее. Вы помните. Мы такие, типа, мы молчим у нас. Вот надо готовиться. Зато ты с этой рукой. Выглядишь как настоящий боец. Бинты, кстати, можно красиво раскрасить фломастерами. Отлично. Все, закончили. Плюс два комедия. Прекрасно. Мы выбирали. Мы молчим. Роспись бинтов. Дело кропотливое. Все, дамочка, стоит замолчать. Да. Но у тебя будет время, пока я играю твою роль. Это правда. Но... Ах ты, суша. Большая такая. Как ты вообще могла быть такой неловкой? Все, можно замолчать. Можно замолчать. Мы должны быть выше этого. Сломать руку, облокотившись на декорацию. Это так глупо. Женщина. Остановись. Тебя понесло. Откуда ты знаешь? Не будем ей... Ах, черт. Микаэль рассказал. Ага. А еще он сказал, что мне эта роль подходит больше. Или что ты еле-еле влезла в этот костюм. Остановись. Хватит. Ладно. Что ж. Мы теперь подставляем Микаэля еще. Но... Давай на себя это переведем. Не будем подставлять Микаэля. Он сказал, что мне эта роль больше подходит. Он такого не говорил, кстати. От злости Кристи покрылась багровыми пятнами. Неправда. Да. Это неправда. Я не знаю, зачем мы врем. Я хотел, чтобы она молчала. Я говорил промолчать в ответ. Поэтому... Он был так рад, что ты вылетела. Остановись. Мы вчера весь вечер обсуждали такую плохую игру. Нет. Это зачем? Представляешь, Кристи и Микаэль уже 10 лет вместе. Как творческий тандем. Они понимают друг друга с полусловой. Вдруг так получается, что Кристи ломает руку. Ничего страшного. Микаэль думает, я заменю ее этой замарашкой, которую нашел на улице. Это не помешает нашим рабочим отношениям. В это же время шаурма просто такая. Мы обсуждали плохую игру твою. И вообще, ты еле влазишь в костюм. И он тебя ненавидит. И посторонись, неудачница. И я лучше играю. Боже мой. Да-да, вот только снимусь в фильме «Женщина». Замолчи свой рот. За дверью послышался голос Микаэля. Не благодари. Мы только что испортили тебе отношения с еще одним человеком. А, мы поспешили на съемочную площадку. Господи, боже мой. Какой кошмар. Ну что, готово? Спрашивает он шаурму. Шаурма? Всегда готово. Да, но я волнуюсь. Следовало волноваться раньше. Когда стоило бы получить слава. Слава, наверное, вместо того, чтобы медальонами обвешиваться на удачу. Ну ладно. Это в порядке вещей. У тебя все получится. Угу. Итак, камера. Мотор. Кстати, таймер, который идет наверху. Он бесконечный. Как вы сказали. Я хотел выждать 100 часов. Но он вроде как... Короче, не стоит это того. Мы не будем ждать 100 часов. Фильм ужасов «Дом в лесу». Вы в плену у серийного убийцы по кличке Безликий. О, это мне знакомо. Знаю я одного Арсена, который сбивает людей на машине. Потому что, ну, маргинальных личностей искать не будут. А у него деньги, имя, связи. Он отвозит их к себе домой без сознания. А потом, что с ними делает? О-о-о. Нам повезло, что мы успели убежать. Ох. Боже мой. Маньяк застал вас врасплох при попытке бежать. Куда это ты собралась? А маньяк вообще есть дело до того, чтобы мы выглядим иначе? Я так понимаю, мы не с самого начала фильма играем, да? У нас просто замена актрисы прямо посреди кино. Это вылет восхитительный фильм. Я серьезно говорю. В магазин за подарком для тебя? Нет, никуда я тебя встречаю. Не твое дело, больной ублюдок. О-о-о. Нет, слушай. Мы можем либо пойти нормальным путем и отыгрывать роль испуганной женщины. Либо посмотреть, как они будут действовать в нестандартной обстановке. И я рассказывал, что истории, которые серьезные, вы мне советуете, говорите, что вот это ты проходишь, это все старое. Это кринж. Этим нельзя наслаждаться. Наслаждаться нужно. О-о-о, вот там есть история пси или прочие такие. Ребят, нет. Мы проходим веселье. Мы веселимся. Пожалуйста. Без духоты. Я писал пост в телеге. Я, кстати, телегу оставил в описании и вот тут QR-код. Можете перейти почитать. Это не то, что я снобизмом страдаю. Там часть комментариев теперь об этом. О том, что я возвышаюсь над клубом романтики. А ведь как я посмел? Нет. Мне очень нравится. Я наслаждаюсь. И хочу сказать, что простыми историями тоже можно наслаждаться. И что просто веселье без духоты – это тоже здорово. Чтобы получить удовольствие от клуба романтики, мне не обязательно искать там глубокие смыслы и супер хорошо воспринятые сообществом истории. Как офигеть, какие глубокие. Поэтому все. Короче, вы поняли. Малышка Сью говорит, наверное, блин, давай никуда. Я тебя встречаю. Я не разрешал тебе этого делать. Прости. Вернись в подвал. Но, любимый, я тебя встречаю. И может быть, я тебя прощу. О, мы теперь романтичный фильм снимаем. И он мачете убирает. А под мачете гигантский делдак. И он такой, вот мы и начинаем новый жанр. Маньяк подходит ближе. Мачете в его руке зловеще блестит. Глаза горят сумасшедшим огнем. Те глаза, которые не видно за мешком. Ты поплатишься за то, что ослушалась меня. Вы приготовились обороняться. Встали в боевую стойку. Сжали кулаки. Пойдешь ближе. И я буду драться. Попробуй. Но тебе это не поможет. Ты меня не знаешь. Тут никто тебя не знает, дорогуша. Ты второй день в Голливуде. Ты просто на замене. Почему-то режиссер решил, что это хорошая идея. Ну ладно. Вы сделали несколько предупредительных махов руками. Просто в сторону такие. И он такой, типа, боже, больная. Я не буду подходить. Безликий продолжает идти к вам. Я убью тебя. Безликий надвигается. Выпрыгнуть в окно. Ударить в паккину стуль. Выпрыгнуть в окно. Мы будем убегать. Мы попонтовались. А потом такие. О нет, дело пахнет жареным. Лучше убегать. Вы прыгаете в импровизированное окно. А это декорация. Мы врезаемся, наверное, в декорацию. Тоже ломаем руку. Натыкаетесь на стену. Ау. Больно. Ха. Я говорю, тебе не выбраться. Но вы не думаете сдаваться. Быстро поднявшись, вы отходите в сторону. Кто-то из съемочной площадки вообще представляет, что происходит? Типа там сценарий может. Фильм же должен к чему-то двигаться. Идею какую-то раскрыть. Кульминации какой-то прийти. И они просто такие. Включают камеры и... Работайте. Работайте. Делайте что-нибудь. Ну ладно. Мы отходим в сторону. Куда же ты, красотка? Мы еще не закончили. Не прикасайся ко мне. Вы пытаетесь пробраться к двери. Но маньяк одним прыжком достигает вас и прижимает к стене. А-а-а-а. Он вошел в нее. Начинается романтика. Не ори, родители дома. В смысле, он затыкает вам рот ладонью. Вы изо всех сил пытаетесь вырваться. Слушай. Это больше похоже на... Достаточно страстный секс, честно говоря. Чем на съемку ужастика. Но ладно. Но сильные руки крепко сжимают вас, делая больно. Опусти. Это... Уже романтичный фильм. Стоп. Снято. Отлично сыграно. Шаурма. Ты молоко. Нет, не снято. Я еще не закончил. В смысле? А-а-а. Все офигели. Актер продолжает вас держать, сильно сдавливая шею. В глазах потемнело. Это настоящий маньяк, пробравшийся на съемку фильма. Что у нас происходит? Им вообще есть дело до того, кто у нас в сцене играет какую роль? Или они реально выставляют камеры и такие... Ну, давайте. Пусть что-нибудь происходит. Как? Как? Это вообще возможно? Вы вот-вот попадете в обморок. Что делать? Вырваться изо всех сил. Так, наступить маньяку на ногу. Притвориться, что вы без сознания. Да. Он такой добивающий. В голову. Не-не-не. Мы не будем притворяться. Вырваться изо всех сил. Это не работает. Наступить маньяку на ногу. Да. Вы силой наступаете маньяку на ногу. Он издает громкий крик. Боевой клич. Ах ты дрянь. Он хватает вас за волосы и прижимает к стене. Отпусти девушку, Рик. Я не Рик. Я без легей. Хорошо, хорошо. Только отпусти ее. Вы же сами ее выбрали. Это судьба, шаурма. Я так говорю каждый раз перед тем, как у вас есть. С этими словами маньяк такой силой сжал вашу руку, что вы скрикнули. Ау. Слушай, это реально довольно эротично. Ну ладно. Видите, она в полном порядке. Правда, красотка? Кто ты такой? Нет. Чего ты хочешь? Вот. Потому что кто ты такой? Это актер, очень сильно вжившийся в роль. Либо маньяк. Я, честно говоря, уже не знаю, чему верить. Но он просто скажет нам, что он безликий. Ответ на этот вопрос мы уже знаем. Поэтому. Чего ты хочешь? Что заказываешь? Да. Чего я хочу? А, ты тупой? Ладно, окей. Я повторю еще раз. Это был мой вопрос. Чего ты хочешь? Я хочу. Настоящую роль. Но ведь мы на студии. Это и есть насто... Не перебивай. Мне надоело притворяться кем-то другим. Тогда снова стань с собой, Рик. Ты же нормальный парень. О, нет, вы ошибаетесь. Рика больше нет. Я за него. И я доиграю свою роль до конца. С этими словами маньяк вытаскивает вас за волосы со съемочной площадки. Погодите. Так это маньяк или... Безлигий. Или все-таки Рик. Не называй меня так. Ладно, ладно, прости. Зачем мы здесь? Чтобы довести дело до конца. О-о-о-о. Из-за родики мы переходим к порно. А к этому снафу. Очень жесткий жанр. Если кто не знает, лучше даже не гуглить. Вы чувствуете на коже холодный металл. Маньяк разрезал ваш топ. Ух, если городка, то снаф. Это когда актрису приглашают, и она не знает, что ее по-настоящему там убьют. И, короче, вот для сильно изощренных людей, для очень сильно изощренных, это стоит очень дорого. И вообще дикая дичь. В это лучше не лезть. Так вот, маньяк разрезал ваш топ. Мне надоело притворяться маньяком. Играть роли. Я хочу настоящей крови. У-у-у. Окей, все-таки мы снимаем снаф. С этими словами парень заносит над вами мачете. Помогите! И не надейся. Да, здесь всего лишь вся съемочная группа. Кто мог бы мне помочь? Даже не знаю. Или это реально просто режиссер? Два человека. И они в заброшенных декорациях что-то снимают. Послышалось рычание. Р-р-р-р, говорит Лаки. Что за... Р-р-р-р-р-р-р-р-р, говорит собака. Пес бросается на маньяка. Чертова псина! Я убью тебя! Маньяк заносит... Относить... Нет, нет, схватить маньяка за руку. Вы хватаете маньяка за руку, в которой он держит мачете. Но мужчина сильнее, и он вырывается. Это сексизм! Игра говорит, что мужчина сильнее! А? Что за дичь? Может ты еще и скажешь, что у темнокожего персонажа рабство отменено? А, это и было у нас. Записи первого сезона Королева за 30 дней есть в описании или по QR-коду. Первые две серии можно посоветить бесплатно. На самом деле, там куда больше, чем только эти две серии. Там и тысяча часов контента по другим играм. Ранний доступ, попадание в титры, личные встречи, закрытый чат и так далее. Бусти и спонсорка, это одно и то же. Ссылки в описании. Только тронь мою собаку! Предлагает Шаурма. Типа, забери собаку вместо меня. С удовольствием. Отлично. Сделка заключена, конец сцены. Рука с мачете снова возносится над лаки. Но вы вонзаете в нее свои ногти. В лаки. В собаку. Мы вонзаем в собаку. Типа, давай я быстрее справлюсь. Оу, больно! Я сказала, отойди от пса. Схватив собаку за ошейник, вы отступаете и слышите голоса за спиной. Брось мачете, Рик! Не дури, парень, делай, что тебе говорят. Нет, появился здесь полицейский. Где ты раньше был? Ах, да. Наверное, просто садил темнокожих персонажей за решетку. Вы стали заметили, как мы каждый раз меняем расу на темнокожего персонажа и появляется полицейский? Это неспроста. Полицейские скрутили и увезли безликого. То есть это был настоящий безликий? Как-то слишком палевно он выбрал. До самого вечера полиция собирала в павильоне улики и допрашивала очевидцев. Вы, Сбин и Лаки спрятались от суеты на крышке на студии. Рик мне всегда казался каким-то странным. Да, стоит доверять своей интуиции. Оу, теперь я в этом не сомневаюсь. Оу, романтическая сцена, ну поехали. Как думаешь, этого парня посадят? Нет, фильм выпустят, вот что нас волнует. Мы же актриса, правильно? Мы актриса. Парня посадят или нет, там в принципе уже решено. Он действительно угрожал убийством под камерами при свидетелях. Что это за вопрос такой? О, посадят ли его интересно? Да нет, отпустят. Конечно, а вот фильм выпустят, вот это интересно. Почему нет? Ха, ну не знаю, может из-за того, что актриса поменялась на середине съемки. То есть у нас идет фильм, потом посреди фильма меняется лицо главной героини, а потом на эту героиню нападает настоящий маньяк, камеры перестают писать, а потом что? Фильм не закончен. Типа титры и все. И в конце отдельное спасибо маньяку безликому. Так она это представляет. Странные здесь люди. Очень странный фильм у этого режиссера, должен сказать. На площадке и похлеще случаи бывали. Что? Например? Микки Бэйн. Его вынесли с площадки вперед ногами. О, ничего себе. Как это произошло? Я говорю, они снаф снимают. Сто процентов. Кто-то подменил бутафорский пистолет на настоящий. Опа. Али Болдин. Мое почтение. Хотя это жесть. Так же и Брэндон Ли, или как его звали. Ну, сын Брюса Ли. Вы понимаете. Лаки залаял. Вы вздрогнули. Кто здесь? Мне не по себе. Говорит собака. Кто-то приближается в темноте. Что сделать? Взять камень и обороняться. Да. Вы поднимаете с пола камень и встаете в боевую стойку. Шаги приближаются. Я думаю, что они зря пересрали. Но на самом деле лучше быть осторожнее. Вы видите, здесь всякое бывает. Я еще раз спрашиваю. Кто здесь? Воу-воу. Полегче, говорит Томас. Я так понимаю, это Джудлоу. Томас. Ау? Нет, почти. Близко. Там Томас. Ну, ладно. Ты нас напугал. Шаурма, это ты? Говорит Майк. Кто такой Майк? Я вообще не помню. Ну, ладно. Ой, а ты что здесь делаешь? А, это парень, который скинул нам свою собаку. Точно. Мы собирались съесть пиццу и полюбоваться на город. Я имею в виду на киностудии. Ну, я как бы актер. Скорее стажер. Как и ты, Шаурма. Между прочим, Шаурма сегодня снялась в фильме. Почти довела дело до конца. Но, ладно. И кого на этот раз ты обдурила? Никого. Микаэль сам меня позвал. Всего лишь по счастливому обстоятельству у главной гернии сломалась рука. Мне никого не пришлось обманывать. Вообще неподозрительно. Шаурма, что своей одеждой? Это лаки? Аф! Нет, что ты? Всего лишь маньяк. Да, на нее напал маньяк. Шаурма. Кстати, не хочешь переодеться? Она так и намекает, чтобы оставить нас без одежды. То такая, давай, должна будешь мне что-то. И давай попереодеваемся друг перед другом. Я бы с радостью. Но моя одежда в павильоне, а там куча копов. Нюхает ее одежду. Ладно, шучу. Может взять что-нибудь из корстюмерной? Я провожу. Эй, вы ведь вернетесь? Если обещаете оставить пару кусочков пиццы. Продажные женщины. За пиццу да. За пиццу да. Спасибо огромное еще раз тем, кто, точнее тому человеку, сова, кажется, зовут, кто сделал с моим голосом каверную состанку за деньги, да. Боже мой, это потрясающе. В телеге можно найти. Опять же, ссылка на телегу есть в описании. Заметана. Только не зависайте там слишком долго. И мы проходим в гримерочку. Здесь у нас ничего не происходит. Почему-то. А, нам показали пустую костюм школьницы. Вот это довольно эротично. Красное платье еще более эротично. Хотя нет, костюм школьницы, наверное, эротичнее, чем красное платье. Но вот комбинезон из латекса точно делает всем фору. Абсолютно. Мы берем его. Бесконечные алмазы. Спасибо, Ироки. Еще раз. Вот это нам подходит. Вот теперь мы готовы покорять порноиндустрию. Ну как? Фигура у тебя просто класс. А комбез это подчеркивает. А теперь пойдем. Я ужасно хочу есть. Ох, не отвечайте мне. Не спойлерите. Можем ли мы завалить нуки? Но было бы интересно. Вы возвращаетесь на крышу. Ууу. В таком костюме. Томас, я приоделась для тебя. Хотя на самом деле я не помню, чтобы он был нормальным. Ну что? Вы еще не все съели? Жирные вы обжоры. Еле сдерживаемся. Шаурма. Круто выглядишь. Как супергероиня. Спасибо. Давайте же сюда вашу пиццу. Я умираю с голода. Стойте. Я должен сфотографировать для запрещенной соцсети. Я не могу этого говорить. Но вы поняли. Сами почитайте. Если умеете читать. Кстати, напишите, кто из вас умеет читать. Потому что я вам читаю историю. А вдруг вы сами можете ее прочитать? Вдруг я занимаюсь бесполезной ерундой? Откуда я знаю? Том. Ну нет. Это же ужин на крыше. Друзья обзавидуются. Да. Он ест. Чтобы друзья завидовали. А не для того, чтобы энергию исполнять. Будьте как Томас. Томас застает телефон и делает несколько фотографий еды. Шаурма. Ты хоть этим не страдаешь? У меня вообще нет аккаунта там. Нужно будет аккуратно это все. Хотя вот недавно, кстати, когда ездили в ламовую, в альпаковую ферму. Вот. Да. Я фотографировал еду. Это первый раз за очень много лет. Но было просто очень вкусно и очень красиво. Если что, вот это альпака Чарли. Первая альпака, которую привезли в РФ в 2011 году. С нее началась ферма. Черт. Короче. У меня в телегу можете перейти. Там кружочки недалеко листать. Увидите, как в меня лама плевалась. Как я с козочками обнимался. И вот это вот все. А у меня вообще нет аккаунта вот там. Что? Все известные актеры ведут странички. Стильный аккаунт в соцсети. Первый шаг к успеху. Ох. Я помню так удивился, когда в универе узнал, что у моих одногруппников есть акк в той самой соцсети. Потому что, ну типа, я же в жизни их знаю. И я такой, зачем вам? Ну, кому вы нужны? Меня очень сильно удивило, когда я узнал, что обычные люди тоже могут там регистрироваться. Потому что, такой, что вы можете показать? Вы же, ладно. Вы не успеваете возразить, а Томас уже берет ваш смартфон и создает новый аккаунт. Это, ну, не очень хорошая идея. Ну ладно. Готово. Осталось залить в ленту первую фотографию. Шаурма. Какую ты хочешь. А сырную, пожалуйста. Пусть будет смешная фотка. Это путь комедии. Нет. Какая смешная фотка? Ты в костюме из латекса. Только что была почти изнасилована и убита маньяком. Такой эротичный вечер. Но нет, смешная фотка. Тогда изобрази что-нибудь. Как сфотографироваться? Встать в смешную позу. Ну, хотя бы тело покажем. Вы изображаете смешной танец и замираете. Томас щелкает кнопкой камеры. Есть. Осталось сделать подпись. Я покоряю Голливуд. Спасибо, Том. Теперь ты одна из нас. То есть только после аккаунта там считается, что ты актриса. Я так и понял. Одна из них. Я ненавижу инстаграм. Я тоже. Очень запрещенная вещь. Вот я сказал слово. И теперь должен сказать, что экстремистская очень ужасное место. Будьте как муки. Это потому, что ты не актриса. Тьфу. И слава богу. Они все такие позерки. Шаурма. Ой, прости, Шаурма. Я не тебя имела ввиду. Стало еще хуже. Она такая. Да ты даже не актриса. Не обращай внимания. Это не про тебя. Я про настоящих актрис. Ну, знаешь, талантливых. Которые готовятся. Которые что-то умеют. Шаурма, не бери в голову. То есть нет. Как раз Шаурма, бери в голову. Но это позже. Наверное, через несколько серий будет. Ты прокололась, Бин. Глупости. Извинилась. И вообще. Давайте есть. Пицца остынет. Никто не подумал спорить. Все с жадностью накинулись на еду. Уже через несколько минут от пиццы остались одни крошки. Вас четыре человека. Конечно, через несколько минут остались только крошки. Спасибо, парни. Подожди. Там между пиццей и этим диалогом что-то еще было? Почему она такая? Спасибо, парни. Еще бы телепорт прямо в кровать. Боже мой. Эротичность просто зашкаливает этим вечером. Ты читаешь мои мысли. Глаза слипаются. А что еще? Что еще? Телепорт не обещай, но на последний автобус мы еще можем успеть. Ты же крутой актер. Какой автобус? Ну ладно. Тогда пойдем. Хочу поскорее забраться под одеяло. С тобой, красавчик. Нет, на самом деле с собакой. Да. Уф. Ррр. Попрощавшись с Бин и Томасом. Вы уезжаете домой. Видимо с Майком. О. Мы вечером с Майком у дома. Так что за маньяк на тебя напал? Актер. Слишком вжился в роль и чуть меня не убил. Бывает же такое. Мне до сих пор не по себе. Хочешь я останусь у тебя на ночь? Это представляете, кем надо быть, что если он действительно просто актер, который так вжился, что чуть не убил, а если бы действительно убил, то сидел бы и потом думал. Офигенно. Стоило того. Вот это сыграл. Там фильм такой, знаешь, который три человека снимают. Он такой, стоило того. Спасибо, Майк. Не стоит. У меня же есть лайки. Ты же скинул мне собаку. А? Вот теперь и разгребай этот выбор. У меня есть лайки. Как хочешь, но мне не сложно. Мне сложно. Я так устала, что даже бояться нет сил. Да, устала, потому что он грызет мне кровать, углы, подставляет на съемочной площадке. Режиссер ему не рад. Окей, он сделал маленькое одолжение в виде того, что в целом спас нам жизнь и оставил в живых, но это мелочи. В остальном, я так устала. Уговорила. Только не забудь закрыть все двери и окна, а то я ворвусь. Не сомневайся. Говорим мы ему, абсолютно точно отрезая продолжение диалога. Вы обнимаетесь на прощание и в этот момент на ваш смартфон приходит уведомление. Кажется, у меня первый лайк. Вы, кстати, тоже можете поставить. Возможно, твой и был первым под этим видосом. Естественно, только если он тебе нравится. Ну, если не хочешь пропускать дальнейшие серии, которые сейчас выходят каждый день, можешь подписаться даже. Так точно не пропустишь. Вы заходите в приложение и видите странное сообщение. Инкогнито. Детка, ты просто секси. Инкогнито. И теперь я знаю, где тебя искать. Кто это? Не знаю. Пришло новое сообщение. Малышка, я так по тебе скучаю. Скоро увидимся. А, это маньяка. Они отпустили. Он такой, снял маску. Ребят, ребят, я актер. Все нормально. Тем более, что мы помним по Арсену, что здесь каждый человек может просто воспользоваться именем, деньгами. Копы ничего не сделают. Чтобы тебя посадили в тюрьму, ты должна быть темнокожей. Здесь такая логика. Что ж. Он, видимо, сидит там реально и пишет ей эти сообщения. По коже пробежали мурашки и вы поскорее закрыли приложение. О, да. Отлично завели страничку. Просто прекрасно. На 5 звезд оцениваю. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Так выглядят наши статы после сегодняшней серии. Так выглядит список людей, которые особенно сильно поддерживают канал. Огромное вам спасибо. Здесь видос, который алгоритм подобрал для тебя автоматически. Тот, который на канале тебе понравится больше всего. А я увижу тебя в следующей серии. Пока.